Дорогие друзья, меня позвала обратиться к вам беда, которая повисла над нашей страной. Потому что все, что происходит у нас в последние месяцы, когда поспешно, в суматохе, не обсуждая, когда принимаются какие-то зверские законы, которые попирают все – образование, медицину, детское здоровье. Но я не буду перечислять, потому что невероятное количество этих законов, их всех просто упомнить невозможно. Нельзя просто икнуть, обязательно кого-нибудь оскорбишь. Понимаете, вообще сейчас самая главная забота – это сохранить церковь, понимаете, и так далее. Причем это все делается абсолютно в попыхах, абсолютно с полным пренебрежением к народному мнению, понимаете. И мне кажется, что мы должны дать какой-то отпор, потому что невозможно, так невозможно жить. Потому что ощущение, что мы погружаемся в какую-то эпоху инквизиции, понимаете, еще только жечь не начали. Но, по-моему, это уже недалеко от этого. Короче говоря, я последний, то, что переполнило чашу терпения – это вот закон, который назвали в народе законом подлецов. Это закон, запрещающий американцам усыновлять наших детей-сирот, больных, для того, чтобы их можно было, так сказать, чтобы они могли жить в нормальных условиях, в человеческих, чтобы их там лечили и так далее. Вы все это знаете отлично, я не буду об этом говорить, но ощущение, что мы живем в каком-то страшном таком вакууме, который сужается, сгущается вообще и усиливается. Это очень неприятно, потому что наша страна знала много, так сказать, тяжелых периодов, и там сталинские репрессии и так далее, и так далее. Но сейчас мы находимся в каком-то новом, страшном таком витке недоброжелательства со стороны правительства к собственному народу. Я вообще считаю, что отношение к собственному народу – это лакмусовая бумажка. Но я не знаю ни одной страны, которая бы воевала с собственным народом, кроме Советского Союза, и теперь мы как Россия восприняли эту замечательную эстафету. И поэтому, когда я думаю, что же можно сделать, надо же протестовать, потому что в открытую, так сказать, плюют на мнение людей, на народное мнение, но все-таки там какие-то, я помню слова, что вся власть принадлежит народу и так далее, я их помню, у меня хорошая память. Сейчас на это все как бы наплевали. И мне кажется, что единственная возможность, которую мы можем себе позволить, чтобы добиться какого-то успеха – это вот 13 января выйти на марш против подлецов. Потому что дети не могут быть разменной картой политиков, в которой политика вообще не очень чистое дело, мягко говоря. И поэтому, так сказать, мне кажется, что нужно обязательно выйти 13-го и заявить свою позицию, так сказать, недвусмысленно и грозно, потому что мы должны приучить власть к тому, чтобы народ могли услышать. Они же не слышат народ, они же все делают в одностороннем порядке, поспешно, скорее, скорее. Все. Это что? Я не понимаю, чего они так боятся, что у них уже, так сказать, гаят пятки, что ли? Я не понимаю. Эта ситуация очень неприятная, и поэтому я призываю вас просто 13 января выйти на площадь и сказать «нет», громко, решительно «нет» всем этим вот законам, которые на нас обрушились с такой щедростью, что просто, знаете, фотор и берет. 13 января в 13 часов. Марш в защиту детей. За распуск Госдумы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова